Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» о главных новостях прямо сейчас в студии Татьяны Трофимова. Еще у 83 жителей Чувашии подтвержден диагноз COVID-19. Это рекордное число для республики за все время наблюдений. Итого, по данным Федерального информационного центра в Чувашии, 1522 случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом за сутки выписан 61 пациент. В общем, в регионе выздоровели 405 человек. Количество летальных исходов не изменилось. Их 8. Такая статистика по республике не позволяет двигаться в сторону отмены ограничений. Ситуацию сегодня обсудили на оперативном штабе в Доме правительства. Очень важно понять одно. Вот новая коронавирусная инфекция – это уже явление, которое вошло в нашу жизнь. Оно уже никуда не денется. Мы теперь научиться должны жить в условиях этого явления. То есть оно будет появляться, уходить, так же, как и простуда, грипп, иная инфекция. И очень важно нам с вами сейчас на данном этапе работать вот ровно в таком ключе, который до этого мы с вами научились действовать. Почему? Потому что пока сейчас еще не отработана четкая методология лечения. Пока сейчас нет эффективных лекарственных препаратов и привык против этой инфекции. И в этих условиях только меры по своевременной изоляции людей, которые заболевают, по своевременному выявлению этих людей. И соответствующее принятие мер по отношению к ним позволит нам не дать распространиться вирусу и помешать нам войти в нормальный ритм жизни. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание. Работа мобильных групп, работа по раннему выявлению людей, которые пребывают, и соблюдение ими всех мер предосторожности до прохождения определенного времени, когда может появиться клиника и симптоматика, очень важна, необходима и будет действенно. Иначе вот ситуация будет примерно таким же образом развиваться. На финишной прямой в Чебоксарах завершается строительство инфекционного стационара городской детской больницы номер 2. Когда планируют сдать объекты, насколько комфортными станут условия лечения маленьких пациентов, узнавала Ифат Фаткулин. Новый инфекционный корпус готов на 90%. Остались последние штрихи. Внутри завершается покраска стен и монтаж подвесных потолков. На улице идет установка ограждений и благоустройства территории. Уже работают системы водоснабжения, канализации, отопления, подключенное электричество. Установлена уникальная вентиляционная система. С каждой палаты индивидуально стоят фильтры на входе и на выходе. Соответственно, очищается воздух, охлаждается воздух, либо при необходимости подогревается воздух. Специфика инфекционного стационара предполагает не просто палаты, а изолированные боксы и полубоксы, в которых есть все необходимое для лечения маленьких пациентов. В каждой палате имеются выходы на кислород. Здесь будут установлены консоли. Система вызова медицинского персонала. То есть нет необходимости выходить в коридор и приглашать медицинскую сестру или врача. Не забыли и про бытовые условия. Есть туалетная комната, холодильник, телевизор и мебель. Возведение объекта началось в сентябре 2018 года в рамках реализации нацпроекта здравоохранения. Сдать инфекционный корпус намерены в июне этого года. Но могли бы и раньше. В ходе строительства выяснилось, что в проекте не учли важные моменты. За моей спиной находится теплый переход. Значит, был ошибочно запроектирован на втором этаже. Необходим был на третьем. Также лифтовая шахта одного из лифтов тоже находилась на втором этаже. Должна была на третьем. Ну и так далее. Для понятия уровня сложности я должен сказать, что стоимость самого здания с отделкой, с кровлей, с окнами, с фасадом, с благоустройством, с подъездными путями составляет порядка 170 миллионов. А остальная сумма, тоже порядка 170 миллионов, это стоимость внутренних систем. Потоки больных детей будут четко разделены. Так, на уровне приемного отделения юные пациенты с кишечным синдромом не будут пересекаться с теми, кто заболел респираторными инфекциями. С учетом открытия этого корпуса у нас число коек не меняется. Она остается 140. Но в этом корпусе будет, значит, развернуто 50 коек. На сегодняшний день у нас функционирует, значит, приемно-диагностическое отделение, боксированное отделение, отделение острых респираторных инфекций, отделение кишечных инфекций и отделение реанимации. И все эти отделения укомплектованы медицинским персоналом. Это касается и врачей, и среднего медицинского персонала. То есть мы готовы открыться. В комфортных и современных условиях будут лечиться дети со всей республики. Рифат Фатколин, Валерий Рязюков, Республика. В Чувашии введены дополнительные меры, ограничивающие курение табака в отдельных общественных местах и помещениях. И все это для того, чтобы окружающие не страдали от табачного дыма. Нельзя будет курить в местах на открытом воздухе на расстоянии менее 15 метров от входа в помещение органов государственной власти и местного самоуправления. Под запретом входные зоны перед помещениями, предназначенными для предоставления бытовых услуг, общепита, услуг торговли, помещения рынков и на парковках общего пользования. Вот эти ограничения, они очень важны именно в то время, когда идет пандемия коронавируса. И мы должны понимать, что это не борьба с курильщиками, это не война с ними, а это осознанная необходимость сохранить от заболевания наших близких, наших жителей. По данным экспертов, от легочных заболеваний ежегодно умирает более 300 тысяч человек. Это в три раза больше показателя смертности от внешних причин, например, ДТП, отравление алкоголем или убийств. Эта удручающая картина транслировалась в эфире канала «Россия-1». Ну что, я предлагаю начать осмотр с трахеи. Ей, видимо, досталось больше всего. Так, что же мы видим? О, смолы. Да, ничего себе. И это у вас трахеи? Примерно то же самое. Дальше по бронхам. Пойдем в легкое. Ну, давайте взглянем. Ой, мокрота пенистая. Да. Вот примерно то же самое у ваших легких. Одна из распространенных теорий, что коронавирус обходит курильщиков стороной, оказалась не более, чем просто мифом. Как утверждают доктора, легкие курильщики уже ослаблены, и вирус быстро разрушает организм. Стоит вирусу попасть в легкие, как он начинает всячески разрушать дыхательные пути. У вас появляются рубцы, начинается кровотечение, появляется жидкость. Мембраны истончаются. Вам все труднее и труднее обменивать углекислый газ на кислород. Это результат хронического вдыхания никотина. Я говорю не только о курении, но и о вейпинге. По данным мониторингов Чувашии, за три года число курящих сократилось. В Минздраве надеются, что эта тенденция сохранится. Александр Соловьев, Игорь Зверев, Республика. Коронавирус не помеха. Школьники пяти столичных школ продолжают работу над книгой памяти. Перед ребятами стоит задача собрать информацию о солдатах-уроженцах Республики, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Работа кропотливая, требующая большого внимания, но чрезвычайно важная. Ученики гимназии номер пять по крупицам собирают информацию о тех, кто ушел на войну и не вернулся. Первая книга памяти вышла в двух частях и содержала краткие сведения более чем о ста тысячах человек. Под руководством наставников ребята выясняют дальнейшую судьбу тех, кто пропал без вести. Работают с архивными данными нескольких сайтов «Подвиг народа», «Память народа», «Мемориал памяти», уточняя и перепроверяя каждую деталь. Очень хотелось подсчитать, потому что мне сдавали в виде таблицы найденные имена, то есть установленные судьбы. Мне хотелось точно знать, сколько мы сделали, но очень много. Поэтому я в среднем посчитала, это где-то примерно около 8-9 тысяч солдат мы изучали, а из них половина, где-то 3500 с лишним, мы установили судьбы этих солдат без вести пропавших. Мы искали только без вести пропавших, потому что про них никто не знает. Это о них только-только рассекречили архивные документы. Это главные новости к этому часу. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии.